Премьера летом. В Ивановском театре драмы возможно все. 26 июня ивановские зрители впервые смогли увидеть спектакль «Баллада инвалидной улицы» в одноименному произведению Натана Рознера. Постановку осуществил режиссер из Петропавловска-Камчатского Валентин Зверовщиков. На приглашение приехать в город невест он откликнулся сразу. Здесь очень много моих товарищей поперебывало. Я знакомый с Костей Барановым, с Феликсом Бермановым, с Мишей Морейдой, с Юрой Люсандровым, с Чиркашиным. То есть масса режиссеров. А если они прошли через это, значит здесь хорошо. Они не поедут в плохое место. На сцене перед зрителями разворачивается несколько забавных историй из жизни инвалидной улицы одного южного городка. 40% его жителей – евреи, остальные – их дети. Так шутят обитатели инвалидной улицы. Они хохочут и скандалят, работают и празднуют. Иногда обсуждают фильмы. Вот что, например, они говорят о кинокартине Чапаев. А потом, где ты слышала о русских такой фамилии? Остали, видимо, времена, когда люди стали отказываться от фамилий отцов и дедов. Не, вы знаете, я никого не осуждаю, особенно если я член-то жизни. Хотя... Ну и что, этот Фурман – херой? Не херой, как все. Жена? Не очень. В каком смысле? А где ты видела веселого, женатого мужчину? Это легкий, смешной и трогательный спектакль о любви к жизни, любви друг к другу. Все жители – как одна семья. Сообщение решает устроить жизнь двух одиноких людей – незрячей сироты Цили и инвалиды с рождения Буки. Предлогом для знакомства молодых становится заказ новых туфелек. У вас очень маленькая и аккуратная ножка. А еще у меня плечи из карарского мрамора. И кожа, как восточный шелк, прохладные летом и жаркие зимой. Кто бы мог в этом сомневаться? Я с дургерцем он умрет от зависти, когда видит мои атласные бухарки. Умрет? Что же секунду умрет? Счастлив будет мужчина, который коснется моего тела. Кто вам все это говорил? Моя бабушка. Но если говорила тетушка голода, значит это истинная право. Валентин Зверщиков поясняет, что взялся за постановку баллады, потому что в этом материале можно из одной точки увидеть бесконечность, а в капле воды – увидеть солнце. Я не могу сказать, что это такая простенькая совершенно вещь. Совсем нет. Человек, который вынят из этого зрительного зала, будет снова влюблен в жизнь, в женщин, в мужчин, в любовь. И Ивановский театр. Многие актеры отмечают, что баллада «Инвалидной улицы» – первый еврейский спектакль в их карьере. С одной стороны, все люди одинаковые и нет различий между нациями. С другой стороны, у евреев своеобразный говор и лексика. Вжиться в роль артистам помог режиссер. Одно из самых главных, мне кажется, в режиссере – это создать рабочую атмосферу, что, в принципе, и произошло во время репетиционного процесса. У нас было очень комфортно, с огромным желанием шли артисты на репетицию, ну и, соответственно, работоспособность сразу улучшается. Спектакль «Баллада «Инвалидной улицы» многонаселенный. В нем задействованы не только опытные актеры, но и совсем юные. Ваня и Надя Григорьевы исполняют роль еврейских детей. Я в жизни сам непослушный, играю роль сам непослушного. Ухожу на другую улицу, спорю с мамой. Наденька у нас уже не первый раз, она дебютировала в спектакле «Живи и помни». Поэтому у нее уже второй спектакль, она почти профессиональная актриса уже у нас. Баллады «Инвалидной улицы» – последнее, что увидят ивановцы в этом сезоне. Летом в театре начнется ремонт сцены. На проведение работ из областного бюджета выделено 3 миллиона рублей. Пройдет еще, может быть, недели-две, закрываем планшет, отсоединяем все провода, убираем аппаратуру. И где-то, наверное, к концу сентября мы постараемся уже все это дело отремонтировать и начать репетиционный процесс для того, чтобы открыть новый сезон. Работа над очередной премьерой начнется уже совсем скоро. Осенью ивановцы смогут увидеть бессмертное произведение Шекспира «Король лир» в постановке грузинского режиссера Зурабоси Харулидзе. Этот спектакль подготовят специально к бенефису заслуженного артиста РСФСР Михаила Кашаева. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова